Здравствуйте, это программа Город Эсс и Елена Чернявская. За минувшие десятилетия мир вокруг кардинально изменился и продолжает меняться буквально на глазах. Госавтоинспекция всегда отвечает на актуальные вызовы в сфере своей компетенции. Безостановочно развивается и совершенствуется, а именно реализуется много стратегических программ и проектов, в том числе региональные целевые программы по обеспечению безопасности дорожного движения. Сегодня в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» реализуется федеральный проект «Безопасность дорожного движения», где поставлены очень важные цели и задачи. Это и техническое переоснащение госавтоинспекции, инженерные мероприятия по обустройству уличной дорожной сети, развитие системы фото-видеофиксации и многое-многое другое. Все они, конечно, в конечном счете направлены на снижение смертности на дорогах. Сегодня гость программы, заместитель начальника ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре, подполковник полиции Александр Александрович Дерябин. Здравствуйте, Александр Александрович. Здравствуйте. Ну и, конечно, спасибо, что несмотря на горячие денечки, когда гололед, снегопад, и, понятно, обстановка на дорогах осложнилась, тем не менее, вы нашли время встретиться со мной в студии, ответить на вопросы. И, наверное, первый мой вопрос. Вот я прошу вас оценить качество очистки уличной дорожной сети от снега, а вообще меры ГИБДД какие-то предпринимает для повышения и для качественной уборки снега на дорогах? Это вопрос очень актуальный. В настоящее время мы видим обильное выпадение осадков на протяжении января месяца, февраль месяца. И, как результат, мы наблюдаем по городу зачастую много сложных участков, на которых наблюдаются заторовые ситуации, на которых наблюдаются проблемы с движением не только транспортных, но и пешеходов. И, как результат, рождается много зачастую даже обоснованных жалоб со стороны участников дорожного движения, опять же, как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов. Это все, опять же, вызвано обильным выпадением осадков и невозможностью собственниками автомобильных дорог и обслуживающими организациями своевременно в соответствии с ГОСТом устранять недостатки уличной дорожной сети зимнего содержания, приводить их в соответствие. И, как результат, мы видим складирование снежных валов на пешеходных переходах, на перекрестках в треугольниках видимости, на тротуарах. Все эти нарушения, которые я перечисляю, являются нарушением требований ГОСТа, за что, конечно, предусмотрена ответственность. И ГОСТа, выполняя свои надзорные функции, конечно же, составляет октание недостаток уличной дорожной сети по всем данным фактам, привлекает к административной ответственности как должностных лиц, соответственно, за содержание уличной дорожной сети, так и юридических лиц. За январь месяц хочется отметить, что ГОСТа инспекции вынесено порядка 200 предписаний в отношении обслуживающих организаций с требованиями привести уличную дорожную сеть в соответствие. За невыполненные предписания, в количестве 25 штук, составлены соответствующие административные протоколы, которые находятся в рассмотрении судов. Кроме того, 85 должностных лиц привлечены к ответственности, опять же, за несвоевременное выполнение функций по расчистке уличной дорожной сети. Мы все видим сужение проезжей части, в связи с чем как раз и возникает у нас заторвая ситуация. И аварии. Падает пропускная способность, и, соответственно, да, аварии, мелкие аварии, но их количество растет. Если говорить про проблематику, мы неоднократно анализировали, проводили рабочие встречи, как и с представителями администрации и обслуживающей организации. Протяженность дорог в городе Самара местного значения 3,5 тысячи километров. А по сведениям администрации на уборку дорог ежедневно выходит порядка 370-400 единиц техники. Учитывая, опять же, что техника имеет различные наименования, можно сделать вывод, наверное, о том, что это, наверное, недостаточное количество техники. Соответственно, меры, которые принимает госоинспекция, актирование недостаточной дорожной сети, протоколирование, вынесение штрафов, не приносят должного эффекта в плане того, что от этого количество техники на территории города Самара не прибавляется. Александр Александрович, а вы знаете, вот хочу вам задать такой вопрос. Вы сказали, что порой вот эти снежные валы размещаются на пешеходных переходах, и пешеходам же, опять же, приходится переходить дорогу в неположенном месте. Так вот, если такая ситуация происходит, и ваши сотрудники, ваши коллеги проводят в это время рейд по пешеходам, то будет ли здесь виноват пешеход, если он не может чисто физически пройти вот по этим сугробам? Как быть в таких случаях? И дайте, наверное, сейчас какие-то ценные советы, как выйти вот из такой щекотливой ситуации? Ну, хочется отметить, что любой конкретный случай, любой конкретный признак административного правонарушения в каждом конкретном случае надо рассматривать все-таки, наверное, индивидуально. Ну, в общем. Поэтому какого-то общего правила я не дам, потому что, опять же говорю, надо понять, насколько это было обосновано. Просто любое составление административного материала изначально инспектор оценивает, есть ли достаточно доказательства, оценивает все это объективно. Нет, не преследуется цель никогда составить какой-то административный протокол. Главная цель – это, опять же, обеспечение безопасности дорожного движения. Если возникает такая ситуация, я с большей вероятностью, больше процентов у меня уверенности, что таких ситуаций, в принципе, не может возникать, когда инспектор видит, что создается препятствие для движения пешеходов, будут еще какие-то процессуальные действия в отношении пешеходов. Но все-таки найти какой-то безопасный путь для себя и для движения автомобиля и перейти дорогу все-таки в безопасном месте. Конечно же. Опять же, я говорю, что безопасность дорожного движения, безопасность охранения жизни и здоровья – это отчасти, опять же, и обязанность самого пешехода. Мне хотелось что-то дополнить, раз в силу советов и рекомендаций. При расчистке уличной дорожной сети мы зачастую сталкиваемся с звонками на дежурную часть от обслуживающих организаций, когда транспортные средства в нарушении запрещающих знаков, знак, запрещающий остановку, стоянку, размещаются на проезжей части. И, конечно же, это создает обоснованную трудность в расчистке уличной дорожной сети. Конечно же, госинспекция принимает меры по эвакуации, по задержанию данных транспортных средств. Но зачастую мы, опять же, сталкиваемся с ситуацией, когда водители ставят транспортные средства на каких-то зауженных участках, где, конечно же, нет запрещающих знаков, нет оснований для применения к ним каких-то штрафных санкций. Но, опять же, это опять создает невозможность расширения проезжей части, расчистки. И тогда в таком случае, опять же, госинспекция оказывает содействие коммунальным службам в силу имеющих возможностей и оперативно-справочных учетов связывается с водителями, просит их машину временно переставить, расчистить. Вот учитывая вот эту специфику работы вот этой, хотел бы, наверное, обратиться к автовладельцам, быть, наверное, более сознательным по возможности. Понятно, что у нас внутриквартальные территории тоже зачастую не имеют места для парковых транспортных средств, поэтому оставляют на проезжей части транспортные средства на улицах. Ну, хотя бы оставлять номера телефона, чтобы сотрудники обслуживающих организаций, отвечающие опять за расчистку, могли связаться с водителями транспортных средств, чтобы эта просьба, наверное, они как-то воспринимались. Да, более прислушивались. Ну, мне кажется, это вообще в зимнее время эта проблема не только на дорогах, парковке, но еще и во дворах, конечно, особенно если автомобиль на ходу. А если нет, то здесь уже еще более проблемы, когда люди просто бросают автомобили, их засыпают сугробами, и транспорт просто не может элементарно расчистить, и тем самым повреждая автомобили. Но вот здесь нужно быть, конечно, очень бдительным. Я хочу сейчас спросить вас, как в Самаре проходит реализация проекта «Безопасные и качественные дороги», и вот насколько этот проект именно в зимний период времени актуален, скажем так? Ну, начнем с того, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» у нас уже реализовывается в Самаре, Самарской области не первый год. Вот. Суть этого проекта и цели этого проекта – это, опять же, снижение аварийности, снижение смертности в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом, снижение количества очагов аварийности с 2017 годом. Вот. И вся аварийность, она у нас, опять же, завязана на разных сезонах. Зимний сезон, летний сезон. Вот. Есть какие-то моменты, моменты характерные, опять же, только для определенного вида года времени. Вот. Но, тем не менее, хочется отметить, что все цели и задачи, которые предусмотрены национальным проектом, вот, в Самаре, госинфекция города Самары совместно с администрацией города старается их выполнять. Вот. Если говорить о том, что у нас в 2017 году было 51 очаг аварийности, а сейчас у нас по итогам 2021 года 24, вот, то цель национального проекта, можно сказать, что она достигнута, но, опять же, это не меня останавливается на этом. Поясните, что это за понятие очаги аварийности? Очаг аварийности – это у нас участок уличной дорожной сети. В городе это протяженность 200 метров, вот, либо, опять же, это пересечение улиц, проезжих частей, на котором в течение года произошло 3 ДТП одного вида, либо 5 ДТП разных видов, но в которых пострадали обязательно люди. Вот. Как я говорил, что, хочется отметить, что вот в 21 году все очаги аварийности, которые мы реализовали, вот, они не перешли на 22 год. То есть меры, принятые в 21 году, вот, они позволили нам ликвидировать эти очаги, не сделать их повторными, и, соответственно, в 22 году, вот, мы… Они перестали ими быть? Они перестали ими быть, да. Хорошо. Тоже немаловажная тема – пешеходы. Какие, скажите, пожалуйста, основные нарушения сейчас в зимний период допускают пешеходы? И, наверное, прошу у вас несколько ценных советов, как предотвратить несчастные случаи с участием пешеходов зимой. Согласно статистике, согласно анализу аварийности, основным видом ДТП, при которых у нас получают телесные повреждения, либо гибнут люди, остаются у нас наезды на пешеходов, приоритеты, которые у нас происходят, опять же, и на пешеходных переходах, вот, и вне пешеходных переходов, и при переходе пешеходов на красный сигнал светофора. В зимний период все это, опять же, усложняется и обуславливается вот эти наезды на пешеходов тем, что пешеходы, наверное, в силу вот зимней одежды, в силу наличия этих капюшонов, теплых шапок, которые не позволяют мне, наверное, услышать вовремя сигнал, услышать вовремя, там, увидеть вовремя приближающие транспортные средства, выходят на проезжую часть, не убедившись в безопасности. Вот. Я здесь говорю, опять же, имеются случаи, когда пешеходы переходят у нас в неположенном месте, где однозначно, что имеется признак административного нарушения в действиях пешехода, вот. Но, к сожалению, у нас имеются и факты наезда на пешеходов и на пешеходных переходах. Здесь, опять же, говорит о том, что не все водители у нас остаются дисциплинированы, вот, не все успевают среагировать в силу разных обстоятельств, в силу, там, погодных условий, в силу своих навыков, в силу технического состояния транспортных средств. И зачастую разговоры, наверное, и по телефону, да? Так же имеет место быть. Много факторов, но, опять же, вот, даже наличие пешеходного перехода, вот, хочется сказать, что не всегда дает пешеходу стопроцентную уверенность, то, что он перейдет дорогу безопасно. Перейдет дорогу. Конечно же, госинспекция принимает максимум мер по этому поводу. Мы проводим регулярно, не реже двух раз в неделю, целенаправленные профилактические мероприятия, как раз связанные с пресечением административных правонарушений в части проезда пешеходных переходов, в части выхода на проезжую часть, в неустановленных местах пешеходами, либо без цели перехода проезжей части. Вот, все это проводится регулярно. И, если говорить за статистику 21-го года, у нас общее количество наездов на пешеходных переходах и в целом на пешеходах, вот, оно у нас снизилось. Вы знаете, вашим словам есть подтверждение. У нас есть видеосюжет моего коллеги Максима Магомедова. Давайте посмотрим. Алексей Драчев за рулем почти 20 лет. Признается, что правила иногда нарушает, но к пешеходам всегда внимателен. Автомобиль, отмечает Алексей, средства повышенной опасности, поэтому свои действия на дороге необходимо контролировать. Пешеходов пропускать, безусловно, надо, потому что машина все-таки металлическая, а человек не совсем, то есть столкновения они не выдержат. Любой пешеход, любая жизнь, она важна, особенно в таких условиях, когда машину заносит, быстро остановиться невозможно, то есть либо приходится заранее останавливаться перед, притормаживать перед пешеходным переходом, либо могут быть очень неприятные последствия, поэтому стараюсь всегда это делать. С целью предупреждения несчастных случаев на дороге сотрудники ДПС провели профилактический рейд, в ходе которого проконтролировали соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами. При выходе из общественного транспорта не обходите его ни спереди, ни сзади. Подождите, пока транспорт отъедет, и дорога будет хорошо просматриваться в обе стороны движения. Зачастую некоторые подвергают свою жизнь опасности, перебегают дорогу в неположенном месте, чтобы сэкономить несколько минут и не идти до перехода. С такими пешеходами сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы и выносят предупреждение. Если нарушение повторяется вновь, тогда гражданина привлекают к административной ответственности и выписывают штраф в размере 500 рублей. В отношении водителей, которые не предоставляют преимущества в движении пешеходам, выносится постановление по статье 12.18 Кодекса об административных правонарушениях, что влечет наложение штрафа в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Наезды на пешеходов осуществляются не только из-за слабой транспортной дисциплины водителей, но и из-за неумения пешеходов грамотно оценить дорожную обстановку и не убедиться в безопасности. Пешеход должен понимать и знать, что он может перейти проезжую часть, убедившись, что водитель транспортного средства его пропускает. Если с пешеходом в проезжую часть переходит ребенок, то ребенка обязательно держать за руку. В ГИБДД говорят, в случае нарушения уйти от ответственности не получится. Каждый патрульный автомобиль оборудован видеокамерами, а видеозапись прилагается к административному материалу. По словам инспектора в ДПС, каждое третье ДТП происходит с участием пешеходов. Только с начала этого года на дорогах Самары зафиксировали 31 аварию. Одну из них с летальным исходом. Александр Александрович, а сейчас попрошу привести вас статистику дорожно-транспортных происшествий с участием такси и каршеринга. С участием такси и каршеринга в текущем году зарегистрировано 61 ДТП, в котором 70 человек получили ранения и один человек погиб. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то у нас снижение и по количеству дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на 13 фактов, по количеству раненых на 15 фактов, и на один случай ДТП с летальным исходом. Хочется сказать, что такси и транспортным средством, которые управляют прокатным транспортным средством, так называемым каршерингом, уделяется у нас особое внимание, опять же, специфику самих транспортных средств, где у нас таксисты отвечают, опять же, за безопасность жизни и здоровья граждан, которые они перевозят. Хочется сказать, что в текущем, в заистекший период 2021 года выявлено свыше 2000 административных правонарушений именно водителями такси. Что касается видов, опять же, здесь у нас все административные правонарушения предусмотрены 12 главой, но, как вот мы столкнулись в этом году, выявляются факты у нас незаконных предпринимателей действий, действия с осуществляемыми таксистами, нелегалами, как таковые. Но вы тоже проводите соответствующие рейды по выявлению вот именно этих нарушителей? Конечно, рейды по выявлению, по пресечению данной деятельности, они проводятся тоже, опять же, говорю, еженедельно. Они выявляются у нас около торговых центров, в общем, около места скопления граждан, где больше вероятность как раз выявить такого нарушителя. Следующая категория каршеринга транспортных средств, именно работа в данном направлении, показывает, что водители каршеринга – это большей частью у нас молодые водители, которые не имеют соответствующего опыта вождения, которые не имеют возможности приобрести свой личный автомобиль, но очень хочется кататься. Отсюда и возникают все проблемы, которые связаны с каршерингом. Это у нас и дорожное транспортное происшествие с высокой тяжестью последствий. У всех на слуху, наверное, ДТП, которое произошло летом на Фрунзском мосту, где погибло несколько молодых людей. Очень резонансный момент это был. И хочется сказать, что, опять же, выявляются водители, управляющие именно каршерингом в нетрезвом состоянии. Те желания покататься, как показывают, возникают еще в нетрезвом состоянии. Кто-то хочет доехать до дома, не на такси, а чувствуя возможность самостоятельно. У нас за 2021 год выявлено 32 водителя, управляющие каршерингом в нетрезвом состоянии. Ну что же, перейдем к ответственности. Хочется спросить вас, какие изменения произошли в сфере фотофиксации? Гарпуны, виды нарушений, которые фиксируют данное устройство. И, конечно, злостные неплательщики, кто они. И все-таки растет вот именно эта категория неплательщиков штрафов ГИБДД. Вы, наверное, видели, наблюдали на территории города, что выставляется камера. По отдали от этой камеры выставляется экипаж. Это как раз вот эти аппаратно-программные комплексы, гарпун, которые как раз и фиксируют транспортные средства, проезжающие мимо, идентифицируя их по регистрационным знакам и сверяя с информацией, с базой данных, которые загружены в систему. В систему группунов загружается информация о лицах, управляющих транспортными средствами с видоизмененными гос.рекзнаками, с подложными гос.рекзнаками, с гос.рекзнаками, регистрация транспортных средств которых прекращена в силу изменения собственника, продажи ее, либо смерти собственника. Кроме того, в информационную базу загружаются сведения о лицах, ранее лишенных права управления и управляющих транспортными средствами, ранее, лица, не оплатившие вовремя административные штрафы, которые, опять же, имеют существенное количество неоплаченных штрафов на довольно-таки внушительные суммы. Что касается злостного неплательщика, если остановиться на них, то понятие злостного неплательщика, оно неофициальное. Это лица, которые имеют задолженность свыше 30 тысяч. И, соответственно, к таким лицам принимается весь комплекс мер, предусмотренных законодательством. Это и ограничение права управления, и ограничение выезда, и наложение обременений на банковские счета, на какие-то денежные поступления. Все эти ограничения, опять же, делаются по инициативе госинспекции совместно с управлением федеральных судебных приставов. С ними же проводятся у нас и регулярные совместные мероприятия, в ходе которых при выявлении такой категории граждан, как злостный неплательщик, принимаются меры к аресту, к изъятию транспортных средств до погашения имеющих задолженности. Ну, а также периодически вашим ведомством проводятся рейды совместно и со судебными приставами, которые останавливают автомобиль, выявляют должников, и те уже на месте вынуждены оплачивать штраф. И в противном случае, вот лично я являлась свидетелем, автомобили забирают на штрафстоянку, пока человек не погасит долг. И, наверное, эти меры оправданы, иначе люди платили бы штрафы вовремя. И это, наверное, гражданская позиция ответственного водителя, да? Совершенно правильно. Эти меры приносят свой результат. Они, можно сказать, плодотворны. Поэтому хотелось бы напомнить всем автолюбителям, имеющим задолженность, что штрафы... Все равно придется заплатить, да? Да. Для этого же есть у нас установлен законом срок. Это 60 дней с момента вступления и постановления в законную силу. В случае 20-дневной оплаты штрафа имеется возможность оплаты 50% штрафа, что, опять же, существенно упрощает погашение задолженности. Александр Александрович, скажите, пожалуйста, и, наверное, это будет сегодня последний вопрос, какая ответственность предусмотрена водителю за отсутствие диагностической карты на транспортное средство? И вот есть ли какие-то изменения в части прохождения технического осмотра и как раз выдачи этой карты? В декабре месяце 2021 года были изменения в порядок прохождения и получения диагностической карты. Изменения коснулись легкового транспорта, который не используется для перевозки пассажиров, багажа, которые используются только в личных целях. Теперь на данное транспортное средство не требуется обязательно прохождение технического осмотра и получение диагностических карт, за исключением двух случаев. Хочется отметить, что диагностическую карту придется менять и проходить технический осмотр в случае смены собственника транспортного средства, опять же, когда год изготовления транспортного средства более четырех лет на момент регистрированных действий. И в случае, если в конструкцию транспортного средства вносятся какие-либо изменения, например, ставить газовое оборудование, то в данном случае, независимо от года изготовления транспортного средства, прохождение технического осмотра является у нас обязательным. Спасибо вам большое за, как всегда, компетентные ответы. Продолжайте и дальше бдить порядок. Спасибо большое и спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Ну и помните, конечно, уважаемые автолюбители и пешеходы, что безопасность превыше всего. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!